подписывается к вашему домену вот к вашему основном понятно да вот этот момент вот сейчас я вхожу пока под своим логином и паролем просто здесь федор ну знаете вы уже данные вот и первое что вам надо будет сделать когда мы с вами уже пообщаемся вы измените свой пароль администраторский на свой и логин на свой это делается вот здесь вот пользователи менеджер пользователи вот здесь будь супер юзер надо зайти внутрь и логин поменять на свой то есть этот удалить записать свой английскими буквами да то есть не на русском английскими буквами и пароль свой сложный здесь написать и повторить пароль ниже вот здесь понятно тот момент все это самое первое что будет сделать следующий момент по редактированию да то есть например добавляем фото там текст до редактируем текст эту информацию да сейчас вам скажу посмотрите с фотографиями сначала вот их надо оптимизировать чтобы они были сжаты чтобы обязательно надо это сделать они нагружают сайт в первую очередь чтобы сайт не тормозил то есть вам что надо будет сделать вам нужно будет то есть фотографии вы подготовили новые так на компьютере перейти вот в такой сервис бесплатный тени пнг вот он адрес сюда просто перетащите мышкой изображения он вам сожмет без потери качества то есть jpeg картинки как только он вам сожмет сразу одновременно можно по 20 штук закидывать сюда ну 20 фотографий закинули 20 потом еще 20 если вас много то есть сразу 50 штук там на время он не позволяет закинуть ограничены бесплатным как только оптимизируется нажмете скачать копию отсюда фотографии и уже ее можно на сайт будет размещать то есть я вам сейчас говорю подготовительная работа который надо будет сделать с фотографией прежде чем загрузить их на сайт суда сначала понятно да вот дальше смотреть по сайту когда вы здесь находитесь вся редактирование страниц все происходит вот здесь вот компоненты grid box да кстати давайте самое важное сначала пока не забыл в поисковике вы спрашивали вчера и это важно сейчас я наберу сначала свое название так кола короче смотрите вот 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 сюда например да это называется вот эта вся часть называется сниппет вот это синим то что в яндексе это тайтл заголовок а вот это то что в стоит или вот то что вылазит в сниппете сейчас я постараюсь ровно выделить вот это это description описание вам надо подумать то что вы хотите чтобы вас в сниппете вылазила понимаете то есть какой заголовок здесь какой какое описание вот здесь вот ниже так для каждой странице самое главное для главной то есть вот у вас есть страницы вот эти чтоб каждая страница вот здесь в сниппете то есть вы сами решаете какой вы хотите в виде заголовок здесь в сниппете и какое хотите видеть описание здесь сами решаете и теперь где это прописать вам нужно будет у вас пока не прописано это то есть это прописывается на сайте то есть на сайте фактически title description о котором я сейчас только что начал говорить не будет видно то есть люди не увидят это только для поисковиков сейчас я вам говорю и это будет видно здесь то есть будет видно в сниппете люди будут видеть только здесь вот title description но на сайте вот фактически этого текста не будет но если вы хотите как бы этот текст вопрос надо будет здесь продублировать ну и как это сделать позже покажу теперь как прописать title description да то есть заголовок вот именно для поисковиков вы заходите вот сюда вот grid box так сначала берем главную страницу то есть переходим здесь вот просто удобнее вот они все ваши страницы заходите прямо вот по слову главное кликайте ждем когда откроется редактор страницы вот он подгружается открывается вам нужно в первую очередь прописать title description это сейчас я вам подскажу где до seo видите называется seo то есть смотрите вы заходите вот сюда настройки это надо в каждую страницу бы зайти вот тут три вкладки вам надо будет перейти в seo и вот заголовок страницы это по сути есть title у вас я просто продублировал этот текст то есть смотрите все что написано вот здесь да это по идее должно вылезти вот здесь заголовки в поисковике понятно да вот соответственно метод description вот как раз он не прописан это по идее описание где-то два может быть три предложения суда вот все что вот у месяца суда если не месяца поисковик сам обрежет примерно как вот так когда три точки вот здесь вот видите после контакта вот здесь вот три точки вот он так обрезает это если вы вдруг больше напишите обязательно вам надо заполнить вот здесь но здесь я вам написал ваш основной текст если хотите поменять для поисковика сами удалите вот этот текст и напишите свой а description у вас не заполнен вам надо зайти заполнить вот это ключевые слова это необязательно делать все здесь больше ничего не надо делать то есть прописали нажали вот здесь крестик и нажали обязательно вот здесь вот в углу сохранить на кнопку у вас здесь будет вот в углу написано страниц успешно сохранена понятно да сделали это здесь потом надо будет перейти в каждую страницу то есть получается у нас следующие свадьбы то что вы хотите именно для страницы свадьбы вот тут у вас выскакивала то есть description вы прописываете для свадьбы аналогичным образом как я показал для главной понятно тогда и по редактированию страницы уже именно визуальные вот вот на сайте то что видим мы видят люди да то есть например там циферки тут добавить да ну у вас там больше работ стал хотите это надо вот все рук ручками описывать или здесь там текст поменять да то есть это главная страница значит мы заходим в главную также суда опять заходим в эту страницу редактирования ну элементарно вот текст на слайде да он отдельно редактируется вот его просто видно вот он текст и на нем мышку навожу видите зеленая шестеренка вот в карандашка я захожу открывается дополнительно окно вот этот текст здесь просто либо меняете либо вот полностью удаляйте пишите свой все крестик он уже тут поменяется вот эта кнопка это просто кнопка то есть вот это всплывающее окно то есть получается чтобы его открыть надо навести на кнопку мышь зеленая шестеренка и вот этой пентаграмм к иконка вот если по ней клику открывается форма это здесь но здесь по факту можно поменять в всплывающем окне только телефон или убрать вы или поменять и и поменять вот нижний ватсап и текст к нему рядом а вот сама форма она несколько в другом месте находится на сайте покажу где то есть именно отредактировать как-то свою форму саму здесь не получится она находится другом месте вот поэтому здесь вот как-то такие настройки дальше по тексту например но вы поняли здесь принцип 1 в карандаш заходите вот он текст просто вот это редактор обычный можете примут удалить и начать набирать текст пишите все здесь нет сохранить просто крестик написал новый текст крестик нажали сохранить надо вот здесь всегда вот тогда в силу вступят все изменения по цифрам вот просто тоже видите мышку я навожу зеленая шестеренка в карандашик вот цифра все меняю место десятки там 11 и будет здесь 11 понимать если текст под цифрами то же самое находите мышкой вот зеленую шестеренку также меняйте текст тут ну вот такая работа здесь все то же самое дальше заголовок это иконка иконку поменять вот список иконок можно сделать вот так на весь экран иконки разных сервисов тут вот их много можно вниз прокручивать выбирать просто по иконке я клику и она выберется вот сзади цвет например бэкграунда скажем тут белый блок здесь такой розоватый это где находится вот фиолетовая шестеренка это общая секция для них я навожу мышь нахожу карандаш и захожу потом фон и вот он цвет кликаю вот тут прям выбирают цвет или есть палитра из готовых цветов ваши цвета вот три которые используют на сайте то есть у вас выдержаны цветовая палитра то есть точки зрения дизайна у вас грамотно все если вы начнете здесь как-то свое что-то менять вносить какие-то левые цвета вы потеряете сразу общую целостность цветовой гаммы понимаете вот дальше здесь тоже самое сзади у вас заливка в следующего блока уже идет картинкой плюс наложение такого розоватого затемнения это тоже здесь фиолетовая шестеренка фон изображение выбрана вот здесь изображение а изображение у вас находится здесь ну то есть но прокручиваете вот она по моему цветы нет ни она вот она вот по моему цветы а как загрузить если новую то вот иконка клику и вот с компьютера прям это уже компьютер открылся в клику по изображению и открыть и у меня фотка загружается суда в редактор потом просто так по не клику и нажимая плюсик и она сзади заменится да здесь такие такая работа здесь еще затемнение идет то есть она как бы розовато то есть поверх картинки это вот чуть ниже вот это наложение называется вот у вас розоватый плюс прозрачность вот этим пузонком вниз вверх я могу увеличить или уменьшать прозрачность то есть у вас если я сейчас вверх подниму у вас будет прям полностью розовый картинку видно не будет видно такой ползуночек вот это это просто блоки картинка меняется здесь вот так дизайн сейчас нет не здесь извиняюсь это вот здесь она меняется в основных вот карандашик кликаю вот опять открывается редактор либо с компьютера выбираю либо отсюда выбираю вот все то же самое дальше но по дизайну я как бы вам бегло пробегаясь тому же здесь можно прям вообще несколько суток прямо разговаривать тут много чего можно до рассказать я базовые вещи которые вам вот чисто да да но заголовки все то же самое не объясняю цена вот это это тоже просто текст просто текст это если цена поменяется вот меняете и все если там цвет это вот все дизайн вот вот цвет этот именно цвет только для цены здесь дальше кнопка обычная кнопка а ну как обычно эта форма тоже форма сама кнопка меняется именно вот по карандашу вот текст на кнопке меняется здесь дизайн цвета кнопки здесь то есть это обычная смысле вот как она есть а при наведении на серый вот она наведение вот она серая тех текст цвета белый то есть вот если я навожу видно заказать белым цветом это вот белый у нас а заливка кнопки вот при наведении а вот сейчас как она спокойном состоянии вот она розовая и серая здесь галерея идет ну наша работа если поменять текст это просто текст вы поняли уже здесь галерея как добавлять фотографии вот здесь надо вот увидеть шестеренку в середине видите заходим вот ваше изображение во первых можно места менять просто зажав вот так мышкой видите вот так вот местами меня видите они там сразу менять каждой фотографии если хотите видите на вашу мышь есть карандашик можно зайти и прописать вообще желательно но это если ваши фотографии уникальны если вы скачали их принципе не обязательно потому что поисковики понимают что вы скоммунизили фотографию и это как бы для продвижения не очень хорошо нужно за если свои уникальные фотографии которые вы сами фотографировали вы сюда разместите да тогда надо будет прописать alt текст к изображению alt текст это для поисковиков чтобы по картинкам вас находили еще в интернете потому что там же есть поиск по картинкам яндекс и google и чтобы поиск работал по картинкам для каждой фотки здесь надо будет прописать alt alt по-русски можно писать то что на изображена на картинке на при названии букета то и можно здесь написать если удалить вот мужчина вы сказали эта фотография например она скачена на времена вот корзинку удалить кликать она отсюда удаляется а если заменить ее сразу вот я в нее зашел вы поняли вот по карандашу прям сюда захожу вот здесь вы видите путь где она находится имидж га хом по эта папка а потом вот это имидж и цифры это название фотки то есть вам надо найти эту папку вот она га хом заходим прям в папку кликаем сейчас подгрузится все вот она вот она выделяете и вы тут корзинку удалить потом вместо нее загружайте сюда свое понятно да вот это вот заголовок описание еще можно добавить здесь а заголовок описания я про сейчас не помню но по-моему она будет вылазить прям вот на ней сверху название это тоже на усмотрение на вашего то заголовок описание не обязательно сюда новый загружать по плюсику то есть если эти сохраняем вот внизу видите плюс плюс сначала папку смотрите я вам к в каждый в каждой странице создал папку примерно по вашим названием вот они здесь видите то есть я уже зашел вот в эту га хом то есть для главный у вас га то есть это галерея сокращена хом это главное то есть знать здесь фотки для главной только понимаете и вот для чтобы вы потом не путались у вас для каждой галереи для каждой страницы своя папка видите здесь можно прямо отсюда переходить по папкам и работать с фотографиями загружать удалять редактировать название так далее все здесь потом сохраняется также не забывайте это вот такая работа здесь не объясняю здесь уже аналогично и текст и картинка картинка это не глядись просто фото до заходите вот например alt здесь для вас вы здесь можете просто написать чтобы вас прям по фотографии находили вот как здесь написано под шебякин да антон владимирович прямо копируйте и вот сюда вальд можно вставить если хотите вот чтобы понимали смысл вообще alt тега тег alt да что то есть что туда писать по идее просто дублируем текст но мы по идее подписываем фото и поисковик лучше хавает изображение понимаете такое просто выражение на хавает значит лучше индексирует больше лучше будет понимать то есть вы как скажем если мы альты не заполнен к изображением то по картинкам вы можете вообще не вылазить в поиске понимаете а когда альты заполнены получается это все равно что вот сайт мы прописываем title description это обязательно вообще а иначе вы вообще в поиске нигде там в самом низу будете где-нибудь понимать среди конкурентов смотрите подвал социальные кнопки и или добавлять или менять это плагин у вас все здесь вот все три кнопки по плюсу вы добавляете новый плагин но и новые социальную сеть но то есть как иконку надо социальности вот здесь есть поиск как пользоваться например в к я пишу видите сразу находит вконтакте то есть одноклассники все есть просто кликаем по иконке она здесь появится вот у вас например так где вот вконтакте по карандашку если редактировать вот ссылка на группу вашу все вот эта иконка то есть то же самое вот она иконка новую добавить если надо то есть три четвертую вас 3 только имейте ввиду у вас тут по дизайну уже все настроено адаптивный дизайн если вы добавляете сюда четвертую социальную сеть то здесь надо еще будет тогда папа скорее всего придется что-то поправить чтобы ну на мобильный хорошо смотрелось но тут уже надо наработку опыт в работе с этим редактором мобильность она вот здесь проверяется а не будем да но сертификаты понятно это просто картинка в лайтбоксе это просто три картинки здесь отдельно это не галерея то есть редактируется вот так вот она здесь по карандашу тоже alt можно записать вот так она меняется то есть если надо заменить именно ее сюда заходим загружаем с компьютера новую выбираем ее здесь нажимаем по плюсу все она заменится на новую такой момент когда все сделали здесь сохранились вот эту вкладку да можно закрыть далее переходите например свадьбы да то же самое все я вам добавил анимацию ну чтоб кнопку сразу было еще лучше видно например вот свадьба я захожу также по свадьбе кликаю вот она если анимацию отключить надо или что-то в таком духе добавить где-то еще анимацию анимация у вас назначена вот это называется строка ведь прям по-русски сверху написано у вас в строку вложено вложен плагин кнопка вот эта анимация наложена сейчас я по моему здесь да то есть я захожу в настройки вот этой синей шестеренки строки кликаю по карандашу и здесь эффекты на вкладке основные эффекты вот она видите bounce in left то есть как бы выпрыгивание слева то есть по идее если поменять если вообще отключить анимацию вот тут нет ставим и все и сохраняем сегодня а если поменять ну здесь вот есть небольшой выбор эффектов то есть как выскакивать где выскакивает там вот они все просто выбираем и все и они же идет задержка анимации там продолжительность анимации то есть если надо как-то чтобы она чуть позже выехала раньше выехал там тоже можно это все заголовок вот это h1 да если хотите смотрите чтобы вот так и вылазил у вас свадьбы под ключ до в поисковике именно для своих тогда вам надо это название скопировать но у вас уже я прописал его как я уже говорил ранее смотрите все у вас уже здесь title есть но description нету то есть это описание здесь можно более развернуто рассказать про заголовок если вы не знаете что писать в описании то здесь свадьба под ключ а здесь просто объясните ну как-то более красноречивый до расписать но желательно чтобы он здесь текст продублировался именно title то есть понимаете чтобы на сайте он тоже был то есть вот у вас свадьба есть то есть у вас я чек чему это клоню у вас мало текста слишком мало на второстепенных страницах очень мало то есть сюда надо как минимум текст вот который в description то есть как добавить сюда дополнительный текст вот прям под заголовком да вы наводите мышь видите такой плюсик здесь появляется вот я навожу мышь плюсик я нажимаю по плюсу и появляется список плагинов вам нужно не надо сейчас не не думайте что там сейчас сложно много всего вам просто надо найти текст вот здесь видите текст по-русски написан текст набирая выбираете вот текст появился дефолтный и сразу шестеренка заходите и здесь просто вот этот description описание под пропишите здесь он уже видите где надо если по центру вам нужно в дизайн заходите вот есть иконка центр все видите вот по центру она расстояние возможно большой от свадьбы до текста да вы заходите потом в макет и вот сверху 25 пикселей ставите 0 видите и сейчас нормально выглядит текст под заголовком да понятно все и крестик нажимаете только текст заменить на свой да понятно дело можно прямо отсюда кстати видите не заходя в редактор видите я удаляю ведь я набираю текст вот прямо отсюда можно работать в пустом месте кликайте все шестеренка появилась потом раз вот я сейчас например этот плагин удалил все вернул как было видите то есть я к чему говорим а вам не хватает текста вам надо будет в каждую страницу дойти и вот так вот дописать это просто совет вам что в поисковиках лучше все это выглядело понимать тексты вообще мало катастрофично обязательно галерея здесь тоже самое не буду объяснять просто только помните что у вас здесь папка другая я вам все по папкам разбил да у вас здесь видно папка это вот она называется видите видings вот она видим свете вот вы если что мы легко ее найдете если заменить фотки здесь у вас тоже галерея токов я вам все по папочкам разбил чтобы вам было удобней потом чтобы не было все в скопом что потом не было там ни разберите у вас для каждой странице своя папочка создана я вам создал для каждой странице давай сюда вот еще одну добавим фото прямо наглядно давайте вот смотрите я по плюсу нажимаю давайте прямо вот которую какая-нибудь не относящиеся к ну вот это вот давайте вот смотрите выбираю плюс здесь закрыва вот она внизу видите вот вот она вот она теперь я просто удалю и и смотрите вот она внизу кстати вот ну переместить вот когда поняли вот она выше видите все смотрите по корзинке удалить закрыть все ее нет здесь ведь все на самом сайте в админке она у вас лежит но на сайт не выводится понятно да то есть то что оно на сайте лет как бы ничего страшно но у вас рано или поздно там будет забиваться хостинг поэтому надо будет чистить тоже то есть вам что надо будет сделать если смотрите почистить убрать ненужные фотографии прям чтобы на сайте их не было то есть имеется ввиду он на сайте кто фотки не выводится но в папках они лежат да например ненужные фото вы поняли как удалить их здесь в админке я покажу сейчас или даже вот прямо отсюда наверное можно будет час да смотрите инструменты видите медиа менеджер все например вот она то есть фотка которая не нужна на сайте вообще галочку и вот тут корзинку тогда вы совсем с хостинга прям удаляете понимаете вот да это те и чтобы они вас не хранились тут вдруг какие-то вы сайта уберете но надо будет еще отсюда их удалить чтобы они с годами у вас тут не накопились по фоткам вот все страницы аналогично редактируются по так сейчас что еще политика конфиденциальности смотрите я все сделал то есть сами можете посмотреть если что это вот так например суда у человек может кликнуть вот она вся редактируется как если в будете править текст вот она политика видите также открывается редактор видите надо крутить прям далеко-далеко и находите сейчас вот эту шестеренка она просто текста много она видите где далеко тут находится в середине то есть вот он текст вот он а вот уже здесь вот за эти ползуночки можно экрану так расширять чтобы вам больше было место для редактирования да это окно видите я перемещаю спокойно да за шапку вот сайта чтобы видеть если вдруг правки будете вносить вот обычный текст вот вносите сохраняйте все понятно да страница благодарности спасибо она вас называется она будет видна только когда человек вам форму отправил да я не в нее зашел извиняюсь я свадьба нашел вот она спасибо если здесь что-то текст я вам говорил да у вас анимацию тут добавил вы помните как вот по плюсику добавляйте плагин текста да и здесь в этом тексте я уже показал как работать до с текстом вы пишете что-то такое мы с вами свяжемся там в такой-то час или там как можно скорее то есть спасибо за заказ от заголовок да мы с вами свяжемся как можно скорее понятно да то есть можете это все добавить по сайту по сайту по сайту вот я думаю что еще самое главное я рассказал title description прописать вам как редактировать страницы как зайти в админку и как поменять администраторский логин и пароль да хотите знать как добавить еще одного администратора скажем для жены менеджер пользователь здесь же вот просто создать но только здесь надо права назначить чтобы он был администратором вы можете подглядеть у себя сюда зайти перейти а вот сюда на вкладку назначить группа пользователей видите у вас стоит супер юзер галочка это название группы самого высокого по рангу пользователя у которого есть все права то есть здесь же видите есть и другие редактор например у вас может быть наемный сотрудник у которой будет например эдитар галочка стоять то есть он не будет иметь полный доступ к сайту только ограниченный чтобы он только например публиковал какие-то новости на сайте и чтобы был администратор нужно обязательно добавить супер юзера то есть получается вы можете просто нажать создать имя пользователя это логин пишите да а точнее тыми пользователя просто имя пользователя логин вот ниже . звездочка видите обязательность для заполнения здесь можно писать по-русски имя фамилия здесь логина английскими буквами пароль и пароль сложный email обязательно здесь на вашего здесь кстати email может быть любой лобанова вот этот лили хотя обычный не обязательно это ваш просто здесь админский это именно админский email это не тот email который вам уведомляет что заказ сайта новый здесь поэтому можете обычный дальше вот здесь просто галочку супер юзер ставить и все сохранить закрыть все у вас будет два администратора и вы можете одновременно работать в админке сайта с разных устройств в режиме реального времени в одно и то же время понимать не мешая друг другу то есть до выполняя разная работа например вы работаете со страницей главное она работает со страницей там другой какой-то одновременно а вот в чем дело у вас под шапкой скрывается здесь видите потому что у вас шапка зафиксированы то есть получается это полезно делать то есть когда я прокручу видите шапка всегда видно и чтобы вам отредактировать фотку ну это несложно до зайти надо вот сюда да это общая строка где у вас галерея расположена зайти в макет и сверху оступ временно назначен например 400 пикселей так и тогда вы видите вот она зеленая она прячется под шапкой видите и зайти в карандаш и вот они 33 слайда фотки то видите то же самое по карандашу вот так вот вы добавляете или мини это менять менять эту фотку если добавить 4 вот сюда в слайд вот по плюсу также добавляете находятся они чтобы вы знали в какой папке сразу находится в корневой это имидж и сразу идет через черточку ведь это название фотки ваших с тир черточка 1 gp то есть получается это вот здесь вот вот корневая папка имидж видите здесь здесь дальше ничего нет вот если я захожу в папку видите здесь меняется корень стрелочкой показано что я нахожусь в папке га хом если я кликаю по имидж я попадаю в корневую папку изображений и они у вас все здесь то есть вот страничка 2 еще есть перейти вот они с 1 с 2 с 3 с сокращенно слайд то есть вот они три фотки слайда видите их отсюда либо удалить либо вот отсюда загружаете свою новую для 4 слайда но только смотрите чтобы вас размер был один и тот же то есть у каждой этой фотки свой размер ну может быть да 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 я если что я просто не помню я самых редактировали или нет уже сейчас не помню если что они у меня есть в этом но на компе я посмотрю размер скажу то есть видите ли работа одинаковая что с галереи я вам показывал что здесь да вы понимаете что также видите фотки добавляются вот так же карандашик напротив каждой фотки есть видите редактировать здесь ситуация какая ну не буду углубляться да тут потому что можно тип менять еще здесь можно видео добавляющего то есть прям слайд чтобы был не только то есть вот она меняется здесь высота 800 вот если вот эта высота вы вроде в начале говорили что слишком большая была поэтому я 800 сделал то есть здесь высота 800 вот за этот ползунок можно увеличивать или уменьшать высоту еще тут много чего можно сделать вот вы сами видите эффекты вот например кенберс эффект называется это эффект увеличения весь там фотка увеличивается эффекты здесь меняются если захотите другой эффект ну вот она да это только здесь это это да это только здесь в остальных страницах или нижних блоках такого нету а все доступно видите все эти шестеренки доступны кстати вот этот подсвет что вы понимали вот видите я навожу на шестеренку фиолетовый видите сразу нас загораются снизу и сверху зеленоватые полосы видите вот это подсвечивается отступы внутренние по 100 пикселей чтобы вы знали это все в карандашике макет вот здесь меняется сверху вот снизу видите да то есть если надо уменьшить другого стоп или увеличить они у всех одинаково должны быть у всех секций ну в редких случаях бывает меняется в зависимости от дизайна до сайта то есть Субтитры сделал DimaTorzok